Это мои единственные часы Seiko, и это мои первые часы в коллекции синего цвета. В них сливается огромное количество смыслов и функций, ради которых стоит рассмотреть эти часы. Я бы сказал, что это одни из лучших часов до 50 тысяч рублей в повседневном стиле. Эти часы атмосфера, это винтаж, это идеальный размер, это спортивная модель, это большое количество разных вариаций, цветов и функций у этих часов, и также большое количество ремешков, которые могут подойти к этим часам. В этом видео я хочу рассказать, как и почему я выбрал именно эти часы как подарок самому себе на свадьбу. Где дешевле всего их купить, какие у них главные плюсы и какие у них скрытые минусы. Все будет в этом видео, меня зовут Дмитрий Ким, давайте начнем. Начнем, наверное, с самого главного, сколько стоят эти часы и где дешевле их всего купить. Эти часы в ритейле по всему миру стоят около 525 долларов, но на сером рынке они могут, можно найти их и дешевле. Приобрести их мне помогла платформа Joom, это интересная платформа по покупке разных товаров с Азии, включая часы, у них есть там классный магазин Creation Watches, из которых, я думаю, многие из вас уже покупали часы, я тоже несколько раз заказывал. И на сайте Joom есть колесо Фортуна, если его скрутить, можно еще выиграть дополнительную скидку. Таким образом, я выиграл скидку в 15%, и эти часы за 525 долларов мне обошли всего лишь 425 долларов, что была огромная скидка и намного дешевле, чем можно было купить их где-нибудь в магазине. В этом магазине Joom многие модели G-Shock, многие модели Seiko доступные, они там стоят намного дешевле, чем заказывать любым другим способом, поэтому многим своим подписчикам я рекомендую сразу напрямую заказывать оттуда, включая эту модель, ссылка будет в описании. И второе, почему я решил купить эти часы? Возможно, вы знаете, что я очень тщательно выбираю себе часы, выбираю их минимум полгода или год, и в этом есть свои плюсы и минусы. Плюсы это в том, что они точно будут подходить мне по размеру, потому что я все изучил, я знаю каждую деталь, и я точно в них не разочаруюсь, и буду наслаждаться ими в долгосрочную. Минусы это то, что я не могу позволить себе сделать эмоциональную покупку, купить какие-то часы, которые мне понравились, но которые вскоре могут, не знаю, мне надоесть, потому что я ношу их уже 2-3-5 лет. Однако сегодня я решил попробовать поменять свою тактику и купить то, что мне нравится прямо сейчас, а потом, через полгода-год, если они мне не понравятся, я могу их легко перепродать. Таким образом, когда я впервые увидел эти часы, они меня немножко разочаровали, потому что я увидел в них дайверский безель, который не крутится. Это меня немножко расстроило, я перестал рассматривать эти часы, но когда я подержал их впервые в руках, посмотрел модель с запасом хода, это просто уникальная модель, она так сильно мне понравилась, и все в них было очень красиво и очень дорого сделано, несмотря на свою цену. Я просто влюбился в эти часы со второго взгляда и заметил в ней много интересных фишек. Например, мне очень нравится вайп Омеги. Если просто поменять логотип Seiko на Омега, в принципе, можно поверить о том, что этот дизайн сделан ими. Он такой аккуратный и похож на Омега Vintage Seamaster 300. Очень интересная модель. И те часы, которые я держал в руках, которые имели запас хода, я понял, что это действительно классная, полезная функция, которую довольно-таки интересно иметь в своих часах. Поэтому давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что в них уникального, что еще мне понравилось. Не буду тратить много времени на распаковку, потому что здесь самая обычная коробка Seiko, такая же, как и если вы покупали Seiko за 100 долларов, точно такая же коробка. Единственное, тут также есть огромная инструкция, книга, которая непонятно зачем здесь. А так, внутри у нас ждет сами часы. Это коллекция Presage Style 60s Collection. Эти часы были вдохновлены другой японской моделью. Это были Seiko 1964 года под названием Crown Chronograph. Это были первые часы с Японией с возможностью секундомера. Также у этих часов огромное количество цветов разных. Есть также очень красивый в зеленом цвете, есть и в белом цвете с красным цветом, есть и зеленый с черным циферблатом. Много разных других моделей, много разных вариаций с открытым сердцем, с GMT, с запасом хода, как я уже говорил, на браслете, на натрий-мешке и других разных вариаций. То есть действительно огромное количество вариаций в этой линейке часов. Пройдемся по характеристикам. Размер корпуса 48 мм, толщина 12 мм, от ушка до ушка 47 мм, 20 мм размер браслета и 133 грамма весят эти часы. Несмотря на то, что они имеют размер 41 мм, на самом деле размер безумно удобный и подойдет на большинство рук. И это является огромным плюсом. Толщина этих часов тоже кажется большой, однако на руке они очень классно прилегают к руке. Из-за того, что ушки смотрят вниз, они не кажутся толстыми, наоборот даже кажутся довольно-таки тонкими. 50 метров водозащиты, здесь у нас выпуклое стекло в стиле 60-х и главный минус этих часов это то, что здесь у нас выпуклое Hardlex стекло. Да, это не сапфировое стекло, я знаю, что многие из вас сразу будут сейчас писать в комментарии, блин, сейк, за 500 баксов вы могли бы уже поставить сапфир. Но, честно говоря, за такую стоимость меня ничего не смущает. Мне устраивает полностью Hardlex стекло, оно делает винтажный образ, оно помогает этим часам. И за эту стоимость, в принципе, то, что они сделали, такой циферблат, такой браслет, баклю, корпус, в принципе, все сделано достойно и у меня к этим часам никаких претензий в этом плане нету. Да, хотелось быть сапфир, но, в принципе, Hardlex стекло вполне достойно здесь смотрится. Сзади у нас прозрачная крышка, где можно увидеть механизм. Здесь у нас калибр 4R35, 21600 полуколебаний в час. Они делают 41 час запас хода и это 100% мануфактурные часы с мануфактурным механизмом. Механизм выглядит прям за свою стоимость, ни дешевле, ни дороже. И, как обычно, самое красивое и интересное у Seiko это детали его циферблата. Именно они заставляют нас удивиться качеству и объему за свою цену. Это тот самый эффект, который я называю шумный минимализм. То, что я люблю. Здесь есть объемные острые стрелки мечи с красивым нанесением люма бежевого цвета. Есть сдержанная секундная стрелка, которая красиво отражает свет. Прямоугольные отметки люма, которые эффектно смотрятся в темноте. Также здесь есть дата. Граненные отполированные индексы напоминают дорогие модели King Seiko, но за четверть цены King Seiko. Очень интересные необычные часовые метки, которые редко встретишь в других часах. Они в виде отполированных таких блоков, что очень красиво. И также очень красивые мелкие редкие полусекундные отметки. Они продают занятость этому циферблату и делают его более читабельным. И все это на лаково-синем циферблате, который красиво меняет цвет на свету с внутренним синим кругом под метками, который далеко не всегда и не сразу заметен, что в общем-то довольно интересно. С таким циферблатом всегда есть динамика. Это прям то, что я и хотел в часах. Корпус сделан в двух полировках, сатинирование и зеркальная полировка. Не будем сильно заострять внимание на нем, потому что это то, что вы ожидаете от Seiko за 500 долларов. Все сделано хорошо, но при этом ничего особенного. Здесь у нас тонкий, интересно скромный безель с цифрами, без какого-либо гриппа, потому что опять же безель у нас никак не двигается. Мне очень нравится, насколько тонкий здесь безель, насколько аккуратно здесь нанесены цифры и метки на этом безеле. По идее, эти цифры и метки сделаны в бежевом винтажном цвете, чтобы это было красиво и опять же в винтажном стиле, но этот настолько светлый оттенок, что он почти незаметен и всегда в большинстве случаев выглядит как белый цвет. Обычная не закручивающаяся головка Seiko с логотипом, с возможностью хакинга и смены дата. И хорошо полированный браслет за свою цену. Здесь нормальная полировка, боковые звенья у нас сделаны в зеркальной полировке, довольно качественно. И вот такая короткая бакля с логотипом Seiko и внутри она тоже сделана в принципе вполне хорошо. И интересно, как браслет соединяется с часами. Они специально сделали на браслете такое закругление, что создает впечатление, будто браслет просто превращается в корпус вместе соединения с кейсом. Очень красиво. И как я уже сказал, на руке они смотрятся просто прекрасно. Из-за того, что здесь у нас стоит безель и цифроблат кажется чуть-чуть меньше, на моей руке они смотрятся шикарно, будто бы они были созданы для моей руки. И на большой руке они будут смотреться более скромно, но тоже вполне достойно и вполне подойдут. Если у вас рука 16 см, 17-18 см, очень рекомендую эти часы. По размеру они действительно очень классно сидят на руке. Что же, друзья, давайте перейдем к рубрике ремешки. Вот такой джинсовый ремешок синего цвета выглядит с ним на повседневной просто идеально. Также должен сказать, что у этих часов сбоку есть отверстие для быстрого съема ремешка. И это помогает мне менять ремешок максимально быстро. Это тоже является плюсом для таких часов. Создатели, видно, сразу понимали, что нужно сделать универсальные часы, которые будут подходить с разными ремешками. Даже черный кожаный ремешок смотрелся бы, смотрится очень хорошо. Синий просто прекрасно. Данные цвета добавляют винтажа. Если бы ремешок был бы немножко потемнее, мне кажется, он бы тоже подошел бы к ним. Вот такой нейтральный цвет я бы тоже носил. И, конечно же, над ремешки тоже отлично с ним смотрятся. Будь то черный цвет, либо идеальный синий цвет тоже, мне кажется, шикарно смотрится. Также из недавнего я приобрел вот такой вот кожаный ремешок. С этими часами я бы его не стал выносить, но с пилотскими часами, мне кажется, самое то. И больше всего мне также нравится, как эти бы часы смотрели с синим каучуком. К сожалению, у меня синего еще нету. Но вот с черным или зеленым цветом смотрится, мне кажется, довольно неплохо. Я уже синий ремешок специально заказал под эти часы, потому что, опять же, они у нас довольно универсальны. Подведем итоги. Часы выглядят очень винтажно, при этом очень современно. Мне больше всего понравилось то, что здесь у нас синий такой богатый цвет. Он довольно темный и переливается иногда в черный цвет. На солнце выглядит довольно светлым, в темноте он выглядит буквально черным. И те оттенки, которые подобрали сейку, с тем, как он отражается на свету, именно этот момент мне больше всего понравился. Также я рассматривал зеленый цвет, он тоже смотрится просто божественно. Из плюсов это хорошая цена, огромное количество вариаций, отличный браслет и размер. Я думаю, этих часов является огромным плюсом, то, как он хорошо сидит. Из минусов это то, что может раздражать вас. То, что меня вначале раздражало, то, что здесь не крутится не вращающийся безель, хотя часы выглядят как винтажный дайвер. И второе, это, конечно же, Hardlick стекло, довольно не всех он устраивает, но если вас устроит Hardlick стекло так же, как он устраивает меня, опять же, это одни из лучших часов, которые вы можете найти до 500 долларов в повседневном стиле. В принципе, его можно ставить на любые ремешки, и на каждый день эти часы отлично подходят. Все в них есть, и дата есть, и удобные, и практичные, и под разную одежду. И также 50 метров водозащиты вполне достаточно, чтобы носить и использовать их каждый день. Что вы думаете об этих часах, обязательно пишите в комментарии. Ждите следующего видео, я расскажу про самые интересные повседневные часы до 1000 долларов. Сделаем целую подборку, поэтому оставайтесь на канале. Меня зовут Дмитрий Ким, канал All Watches. Всем мира!